кибящая река шанай тимпишка в самом сердце перуанской амазонки находится небольшая река температура которой приближается к 100 градусам как это возможно если ближайший вулкан находится в 700 километрах считается что несколько лет назад это загадочное место существовало под охраной племен здешнего района название данную туземцами этой реке протекающей более шести километрах шанай тимпишка дословно означает разогретое жаром солнце андреас руза молодой перуанский энтузиаст в области геофизики 2011 году решил отправиться на поиски этого загадочного места чтобы узнать нечто больше чем просто легенды складывающиеся вокруг этой реки оказывается речка то священно да еще и с целительными свойствами с помощью рассказов своего деда и карты предоставленной некоторыми коллегами из перуанского правительства он смог найти это место доказав что река которая убивает действительно существует постепенно он сделал несколько выводов которые в состоянии объяснить этот природный феномен вода кипит не везде в некоторых местах она холодная в ходе химических анализов обнаружилось что вода имеет метеорическое происхождение и просочилась глубоко землю там она нагрелась в результате геодермических процессов и далее выбросилась на поверхность пещера мавили находится в румынии и для экспертов является одной из самых уникальных пещер в мире образованная 5 миллионов лет назад она была настолько изолирована что в ней находились десятки неизвестных человеку видов обнаружена она была в районе констанции 1986 году во время раскопок она находилась в конце скважины глубиной 18 метров под карьером именно изоляция гарантировала ей уникальные условия с точки зрения эволюции размещения экосистемы система пещер настолько деликатна что доступ не разрешается специалистам только по два часа в месяц и защищенным специальным оборудованием через встречаются виды моллюсков и ракообразных а также и заподы колемболы многоножки и другие беспозвоночные пещере действует правило естественного отбора и она охраняется государством долина смерти хотя у следующего места нет оптимистичного названия американская долина смерти является очень популярным местом для тех кто отправляется в сша в отпуск так и я путешествие по калифорнии и неваде на автомобиле проезжал мимо этой долины ссылочку на это путешествие вы найдете в описании к данному видео долина смерти расположенная между калифорнией и невадой славится тем что является самым жарким и засушливым местом во всей северной америке центральной части также находится самая низкая точка североамериканского континента также она является местом проживания индийского племени тимбиша которая переселилась сюда как минимум тысячу лет назад несколько семей этого племени по-прежнему живут в долине в окрестностях фернес крик ну и конечно вы все видели фильмы о диком западе золотой там лихорадки так вот многие из этих фильмов снимались именно в этой долине многие искатели самородков пытались пересечь долину но нашли смерть в отчаянном поиске пищи и воды несмотря на это трагическое событие долина смерти продолжала привлекать внимание многих из них и в конце 19 и начала 20 века были обнаружены несколько золотых и серебряных рудников ну а феврале 1933 года тогдашний президент соединенных штатов америки объявил долину смерти национальным памятником сейчас долина привлекает особое внимание туристов так как является национальным парком но еще и здесь такая фишка как движущиеся камни или сейлинг стоун сразу два в год они самопроизвольно перемещаются по пустыне ответ на вопрос каким же образом перемещается камни пытались найти достаточно долго и в 2014 году все таки его нашли морозные ночи образуются большие тонкие участки льда за счет ветра и подлёдного течения камни двигаются в разные стороны оставляя следы в несколько десятков метров иногда камни поворачиваются и резко меняют траекторию следы от ползущих камней сохраняются несколько лет и могут иметь глубину до двух с половиной сантиметров долина падающих птиц но пока мы не перешли к описанию этого фантастического места предлагаю вам поставить лайк данному видео потому что это помогает в развитии нашему каналу ну а если то что вы посмотрели понравилось вам то ставьте еще и комментарий мы все-таки старались и собирали всю эту информацию внешне долина джатинга ничем не отличается от сотен других горах индийского штата ассам но точнее это даже не долина а всего лишь крошечная впадина 2 на 10 километров окруженная лесистыми склонами посередине небольшая деревушка где жизнь течет также медленно как и сто лет назад джатинга оживает только раз в год концу августа сюда приезжают селяне со всей области чтобы принять участие в необычном празднике название которого в переводе с ассамского звучит как ночи падающих птиц последние дни лета когда ночи становится длиннее на деревенской площади вспыхивают костры и вот около полуночи в воздухе появляются стаи птиц которые кружат над головами а некоторые сразу падают на землю остается только собрать посланную с неба добычу поймать ее и поджарить на костре на праздничный обед жители джатинги утверждают что боги и вознаграждают их за свою праведность таким необычным способом и что же на самом деле происходит с птицами согласно последним исследованиям птицы управляются солнцем звездами магнитным полем и возможно гравитационным полем земли они реагируют на изменения погоды и вероятно джатинги под деревней находится центр мощной магнитной аномалии однако он поражает птиц только при определенных погодных условиях и только в безлунные ночи двойное дерево в пьемонте италия пьемонте в козорца щедрая шелковица является домом для прекрасной вишни биальберо как его называют сами итальянцы что значит двойное дерево теперь звезда провинции асти никто точно не знает как эти два дерева соединились кто-то рассказывает о птице которая сбросила вишневое семя на вершину шелковицы и корни пробились в полый ствол такие деревья не являются необычными это явление называется эпифитом но они обычно не достигают больших размеров и имеют непродолжительную жизнь но пимонское дерево решила иначе водопад чайник дьявола в миннесоте водопадах вдоль северного берега верхнего озера река куют непокрытую скалу в то время как одна сторона скапливается на каменной набережной продолжается как обычный водопад другая сторона исчезает в глубокой яме и кажется что исчезает навсегда и совсем водоворот воды так называемый чайник дьявола поглощает половину воды которая поступает в него и до недавнего времени никто не имел понятия куда она подевалась что только не делали ученые чтобы разгадать эту загадку туда высыпали и шарики для пинг-понга чтобы посмотреть в какой точке они потом выскочат воду наливали красящие вещества и смотрели где же дальше по течению вода опять изменит свой цвет но и это не дало никаких результатов по нынешний день тайна чайника дьявола так и не раскрыта поэтому предлагаю написать вам в комментариях что вы думаете по этому поводу и куда же все-таки девается вода парк звенящих камней пенсильвания глядя на скалы усеивающий парк ringing rock county парк в штате пенсильвания кажется что вы являетесь зрителем на настоящем музыкальном шоу хотя здесь вы можете слышать металлический звук если бы вы не видели скалу которая явно производит шум вы могли бы подумать что это металлические предметы и вероятно пустые но это не так природа этих странных пород озадачивала ученых в течение многих лет и даже сегодня существует несколько гипотез но до конца пока не известно почему скалы производит этот необычный звук недавно проведенные исследования показывают что это не единственная скала которая резонирует это делают и все соседние превращаясь в настоящий музыкальный ансамбль сонное царство в казахстане весной 2013 года деревня калачи в казахстане была поражена загадочной сонной болезнью несколько человек просто внезапно падали и засыпали независимо от того что они до этого делали и продолжали спать несколько часов или даже дней после этого подобное сонное явление повторялось еще несколько раз ученые нашли объяснение этому странному явлению причина внезапных приступов сна был угарный газ выдыхаемый из соседней урановой шахты закрытой после падения советского союза властями было принято решение эвакуировать местных жителей вулкан кала и джин синей лавой в индонезии активность вулкана такова что он выводит на поверхность выбросы сервистого газа при контакте газа с воздухом появляется огонь электрически синего цвета и высотой в 5 метров температура его превышает 600 градусов по цельсию ночью лава приобретает фиолетово-синий цвет рабочие которые имеют дело с токсичными парами нередко имеют нерадужную продолжительность жизни не более 50 лет и работа их считается одной из самых опасных в мире озеро утренней славы красочный природный бассейн в еллостонском национальном парке это огромный парк который имеет происхождение от древнего вулканического кратера северо-западной части соединенных штатов его 8000 квадратных километров расположены в большинстве в штате вайоминг также он простирается в монтане айдахо и других диких нетронутых близлежащих местах где сосредоточена половина гейзеров земли одним из его самых популярных мест является молнин глори пул или как это звучит на русском озеро утренней славы он на самом деле назвала его так в 1880 году жена гида парка и основывалась она на синем цвете в то время преобладавшим в бассейне первоначальный синий цвет был постепенно изменен из-за монет брошенных бассейн туристами в надежде осуществить свои мечты монеты бутылки и другие отходы загрязняя изменили баланс воды так что это привело к распространению бактерий которые в палящей жаре бассейна взаимодействовали с химическими веществами содержащимися в мусоре морнин глори пул без сомнения является одним из самых красивых мест в мире хотя синий постепенно превратился в зеленый фактически накопление отходов заблокировала путь теплоотвода бассейна который дал начало бактериальному размножению